шалом мы продолжаем тему каббала и строения миров и сегодня мы рассмотрим с вами три ступени ораньсов света безгранично это основные три уровня распространения ница первый из них состояние света когда он сокрыт внутри светила без какого-либо излучения он в таком состоянии на языке каббалы называется сатим на современном языке иврит это сатум закупоренный скрытый в сосуде и этот цвет можно сравнить с точкой вторая ступень свет распространяется для самого же себя то есть его излучения находится внутри своей собственной сущности которая не выходит за рамки не выходит за пределы своего существования здесь свет связан с источником очень 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 сильно буквально прикреплен к нему он не излучается наружу не проявляет свое излучение вне источника третья стадия третий уровень это распространение света для нижних миров раскрытие света здесь исходит за пределы источника и зависит от характера того кто его получает в данном случае миров есть много миров и об этом подробнее на следующих занятиях здесь свет но вот этом третьем уровне в третьей стадии он уже не так прикреплен к своему источнику как предыдущих ступенях и тем более в первой стадии мы помним первая стадия это он вообще сжат закрытом . в любом случае в вот эту вот вторую и третью ступень света можно сравнить с одеяниями души есть три одеяния души есть мысль речь и действие так вот здесь это мысль и речь пока человек не выражает свою мысль при помощи речи мысль сокрыта внутри и неизвестно никому когда же человек говорит то используется речью он выражает свою мысль так что она становится известно уже другим люди и отсюда мы видим что речь это отдельная функция и она предназначена для передачи мысли если мы с вами возвращаемся к нашим уровням этапом мы видим что первая ступень проявления света практически неопределима она подобно желанию то есть мы с вами помните говорили про три одеяния души речь мысль и мысли речь и действия здесь это выше всего этого это желание которое настолько глубоко внутри что абсолютно не пробуждается в мысли если мы разделим свет на два общих состояния мы получим сущность света и распространение света для освещения тьмы мы можем сравнить их с двумя видами огня белый огонь и черный огонь так всевышний проявляет одну из своих сторон белый огонь который абстрактен он не связан с мирами и черный огонь это такой свет который влияет на тьму освещает наши миры и превращает тьму свет этот цвет занимается очищением всех творений в нашем мире давайте сравним этот цвет с пламенем свечи у свечи тоже есть два огня есть черный огонь который находится у основания там где фитиль он пожирает вот этот фитиль он сжигает и он уничтожает его как свет который уничтожает тьму над ним покоится белый огонь который притягивает взгляд и который такой яркий и приятный он более сильный чем черный огонь но основную работу для того чтобы он вот так вот проявлял себя делает черный огонь очень интересное сравнение дает нам хасидизм этот белый огонь и черный огонь в обыденной жизни часто проявляется в душе человека есть генералы и офицеры высшего состава которые всегда на всех брифингах они получают все почести и должности но есть скрытые части этого мира которые делают основную работу это так называемый спецназ который всегда идет закрытыми лицами который нигде не видно о нем практически не говорят но всю подготовительную работу для основной армии делает именно вот этот спецназ и они называются вот этим черным огнем белый огонь он привлекателен он берет себе все вот эти регалии почести он виден как вот белый свет этой свечи но основная работа лежит на черном огне написано что душа человека делится на две части часть которая остается всегда там и как какой-то генерал следит за боем которые происходят в нашем мире а в мире нашем вот этот спецназ вот этот бой ведет черный огонь та часть человеческой души которая называется нефеш руах нишама именно она заходит тело человека именно она борется со со всеми вот этими соблазнами и искушениями именно ее бросает бог в бой как вот свой вот этот черный огонь как свою речь на третьей ступени которые мы говорили и у нее есть всегда связь с белым огнем белый огонь это то ее проявление в высших мирах она называется ахая ехида она никогда не облекается в тело и об этих вещах подробнее мы поговорим в следующих главах шалом шалом а а а